Ну и что вроде как, начинается у нас вновь игра, вновь в доту, вновь в 22 число, у нас встречается команда, именуемая командой анима, она же анима DR, и будет встречаться она против своих не менее слабых оппонентов. К сожалению не могу вам точно сказать кто именно против них играет, и походу даже анима куе, по другому это назвать не могу, ну да ладно какая разница, что поделать у нас бан ребята отправили, с сенкинга отправили дровку отправили от ворда вора. И отправили фэсли с вайда, в то время как ребята из команды куе отправили в бан у нас кунку, отправили квапу, отправили слордар, отправили тинкера. В первой стадии взяли себе сдвоенную пару шэдоу демона и джиггернаута, что в принципе немного странно, потому что джиггернаута кто у нас играет кор персонажем, а шэдоу демон это невероятно сильный лейн саппорт, который способен в случае чего засейвить тебя от любой инициации твоих оппонентов. Ну и кстати очень не менее странно как у нас взяли их оппонента, потому что ребята забрали себе дизраптора и баланара. В первой стадии баланара я честно говоря очень давно уже не видел, точно так же как и бестмастера. Персонажи вообще невероятно сильные и странно, что их ранее не брали. Фишка в том, что очень тяжело им раскрыть свои потенциалы, если баланар не реализуется в первую ночь, то по игре он будет потерянный, потому что это сноуборящий персонаж, но ближайшая аналогия, которую могу вам предложить это тот же самый пуш. Если ты изначально получаешь убийство, получаешь много золота, ты успеваешь выформить себе те же самые айтемы, например, та же самая линза госкепита, ты полезен для своей команды. Если же нет, то уж извиняй, ты просто берешь кусок золота для своих оппонентов. Ну а что можно сказать при бестмастере, это очень круто, потому что очень много вижены будет у команды сил тьмы. Она, кстати, находится у нас наверху, и, кстати, ребята забирают себе еще и инвокера, что очень сильно радует, потому что ребят по всей видимости у нас будут отыгрывать именно от обилия вижена. Есть баланар, который ночью будет с агонимом давать, ну, грубо говоря, вижен почти половине карты, в то время как и бестмастер будет очень хорошо светиться своими ястребами, особенно днем. Ну и ночью там уже баланар, по большей части будет создавать движуху на карте. А оппоненты берут себе Дарксира. В итоге, скорее всего, у нас Шэдоу Демона будет лейн саппортом для Джиггернаута, а у Гармак у нас будет ромящим саппортом, очень часто будет наведываться в мид, помогать мидеру команды Куе выигрывать спокойно этот лайн в Салатину, и Дарксир у нас еще появляется как хардленер. Что очень сильно меня смущает, то что обычно у нас под Дарксира берут еще и Рики. Рики, как я вижу, не находится в бане, поэтому очень странно, что решили не брать. Но есть и хороший аргумент, почему не стоило его забирать, потому что у тебя тогда нижняя линия просела бы, причем просела бы очень сильно. Блин, я говорю слишком медленно для такого темпа игры, потому что ребята забанили у нас Фантомка, забанили Клинкса, взяли себе Луну. Отличное сочетание Луна плюс Шэдоу Демона, значит, что у нас на Изи Лейни будет стоять Луна плюс Шэдоу Демона на саппорт позиции, чтобы стоять Огромак. Ребята будут, в принципе, гнобить Бесмастер на этом лане, он на лане навряд ли вообще появится, сразу же отпирается с Аронталоном в леса. Дарксир у нас справляется соло-хардлейн и Джиггенлаут будет спокойно стоять против инвокеров. Приобретает себе моментально Пурман Шилд, потом берет себе топорик и давай пинать крипов. Инвокер ему тут такой себе оппонент, потому что по атаке он очень сильно будет первые левела 4 проседать, только после этого сможет как-то... спокойно создавать ему роль оппонента. Тут, кстати, ребят, забираю себе морфинга последним пиком, это классно, потому что много белого демоджа. И классно это в первую очередь для Шэдоу Демона, который будет дюпать с него иллюзии, разбивающие лицо всей команде сил тьмы. Потому что у него за основу берется именно белый демодж, когда он их дюпает. Меня, к сожалению, дропает и в злобе, я пока подключу лодинг скрин, надеюсь, что никто этому особо сильно не прочитал. Кротивица. Вау, замечательно, у меня прям прогрузит почти все, особенно когда не пикнут до сих пор дизраптор. Прямо-таки невероятно быстро. Моментально снимаю худый, буду утрировать все свои движения для того, чтобы не ошибиться в чем-нибудь крайне важном. Так, все вроде стоит, все вроде... Моментально происходит, надо, кстати, делать моментальный тп-аут на миддл лейн. От богатыра. Блин, богатырь, наверное, все-таки у них никнейм. Ставится агрессивный обсервер, что очень сильно меня радует. Сразу откроем крипт статуи и... Давайте поглядим, как в нем будет дальше расходиться телодвижение персонажа по этой карте. Ибо он моментально чешет на верхнюю линию, где будет стоять обсервер для своих тиммейтов. Всегда, кстати, ему, возможно, даже спины. Зайдут оппоненты, которые тоже так же находятся под смоками. Тут у нас в самом первом бежит Рут, который у нас в этот момент будет катать на Луне. Также есть Фейк Сега, который забирает себя Джиггернауэта. Lost on You нас забирает Огрмага и его тиммейт Куки. Он насадится на Дарксира. В то время как еще один тиммейт, он же Виктор Уайт, у нас забирает Шаду Демона. И, кстати, впервые я его вижу. Скорее всего, либо парень сменил свой никнейм, либо... Либо-либо это замена. Причем в такой ответственный момент. Очень странно для меня, что они решились на такой опрометчивый шаг. Ну и по всей ничьи будут входить спины. Моментально входят спины и цепляют Богатыря. Сразу же накидываются на Сайн Шелл. Очень сильно падает он по ХП. На него еще настакивается Пойзон. И под Сайн Шеллом очень сильно пробивается его оппонента Огрмаг. Что можно сказать? Моментальный инвокер Леветт понимает, что это уже потерянная ФБ. Плюс, возможно, даже Руно даст своим оппонентам, что будет вдвойне обидно. В такой ситуации. Моментально ставится пауза его тиммейтами. Ну и что? По всей мере, это уже саркастическая улыбка от Морфинга. По той причине, что, ребят, вы отдали, скорее всего, даблкил и Бейнвокер отсюда. Никаким образом не убежать. Он экзортовый. По мудспиду у него 280 единиц. Будет небольшой дэмэдж от Луны. Плюс еще и тиммейты будут очень сильно наваливать. И не стоит забывать о наличии Игнета Огрмага. Хотя он в кулдауне. Ну тогда Пойзон Тач. Точнее, не Пойзон Тач, а просто Пойзон Шедоу Демона. Точно так же будет наваливать невероятно много дэмэджа. Ну и осветил я сторону Сил Света. Думаю, что можно и пока у нас есть пауза. Рассказать о том, кто на ком у нас играет из команды Сил Тьмы. К сожалению, не знаю, что за команда. Ибо ребята себе не поставили никого. Никакого названия в профайл команды. Ну да ладно. Владик у нас играет на Найт Сталкере. Хоплес у нас садится на Инвокера. ЛСО. У СОЯ Стрик у нас играет на Бистмастере. Хайт забирает у нас Морфлинга. И Богатырь у нас садится на Индизратора. Так, тут ребята рофлят. Что-то очень странно тут рассказывается о том, то, что не прошли немного дальше по сетке. И если вы не против, я отпишу сразу же на Старладдере ребятам. Узнаю, что да как у них. Потому что меня это тоже немного смущает. В КУЕ, кстати, вообще никого нет в комнате в ТС. Где находятся ребята, мне непонятно. Воу-воу-воу-воу-воу. Кто бы это мог быть тогда? Потому что Фэк Сега это точно КУЕ. Я в этом более чем уверен. Может быть, есть хоть какая-нибудь, не знаю, отдача на... На группе. Пожалуйста, хоть одну зацепку. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? КУЕ, Кунтурион. Так, запрашиваю капитана вообще инфу. Кто это играет, с кем они играют. И вообще, по какой причине они играют. Ну да ладно. Думаю, что вам это не особо интересно. Хотя... Просто, как по мне, это одна из самых обязательных информаций, которая мне нужна. Список друзей. Фэк Сега. Это, кстати, капитан команды. И мне интересно, почему... Вообще, почему он изначально сел на роль мейнкерри. Точнее, не мейнкерри, а мидера своей команды. Для меня это остается загадкой. Ибо роль непростая. Блин, 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 блин. Все, это точно КУЕ, поэтому я сразу же меняю шапку стрима. Надеюсь, что это не повлечет с собой никаких... Да, свидетель игла, Даш, ты совершенно права. По-другому не назвать. Ну, хотя всего лишь две буквы надо поменять. Каппорос. Так, и что мне выдает сетка? Сетка мне выдает. Пам-пам-пам. Вот, аниме New Guardian, я вижу то, что она вылетела. Точно так же у нас есть еще аниме... ГФ. По всей видимости, это они и есть. Да. Тут они зачем... Тут они почему-то подразумеваются как тег аниме ГФ. Что, по мне, немного странно. И, скорее всего, это команда Nova D2. Переписываем сюда еще и такую вкладочку. Все замечательно. Блин, как хорошо то, что прямо сейчас поставилась такая пауза. Это прямо невероятно приятно, ибо... Дает мне возможность переписать название. М-м-м-м-м. 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 Блин, очень надеюсь, что ребята не очень сильно будут перетягивать эту паузу. По той причине, что у нас еще дофигища игр играется параллельно. Как минимум, команда та же самая, которая должна была изначально стримить ФС. Потом ММР, Аниме 0.1. Но они, кстати, потом постесенно на Гоут Олимпы ходят. Ну и теперь у меня есть возможность продемонстрировать уже на самом Старладдере. Все великолепное умение работать с камерой. План побега. Ну и вроде как ребята продолжают игру наконец-то. Что-что у нас будет? У нас будет, скорее всего, погибать инвокер. Хотя догнать его будет тяжело. Лостонью нас забирает ферстбалт и будет накидывать ингнает по инвокеру. Тоже цепляется в него фейк сега. Блейдран дается. Но моментально отключается на скуке. Понимая, что забирает фраг его тиммейт. Ничего не мешает спокойно взять и отлететь. Вроде бы как у нас пауза стояла порядка 10 минут за командой силы тьмы. Поэтому теперь есть еще и возможность... Стоп, что? Вы спокойно собираетесь отжимать паузу и потом... Я не понимаю этих мулов, но да ладно. Оба коллектива знают, что им надо делать лучше, чем я. Ну а я продолжаю. И что это у нас будет агрессивно? А трипла находиться в сложной линии. Это именно луна вместе с поддержкой небезвестного шэдово-демона. Будут стать они против Моркига. Ну и вроде как ребята спокойно стоят в это время у нас снизу. Находится соло-дарксирь, который вообще вылетел. Ребята не собираются никаким образом его ждать. Ну и просто плевать. Типа, ну ладно, минус тиммейт, ну и что? И что меня еще очень сильно удивляет, то что у нас наверху вроде как стоит соло-морфлинг. Ему должен был в саппорте. И Блонар, Блонар, кстати, встревает. Небольшой замес с Огром Магом. Огром Маг сильно просаживается по хитпоинтам. У Огром Мага 8 брони, у Блонара всего лишь 5. Орик. Немного неравноценный. Плюс еще Игнайт есть. Ну а по Крепсату мы видим как у Джиггернаута 3 на 1, в то время как у его оппонента на инвокер аналогично 3 на 1. То есть, ни особого дисбаланса я тут не вижу. Ребята играют, ну, в соотношении 1 к 1 по уровню мастерства друг с другом. Что касательно Луны, вроде как фармит у нее топовый Крепсат на карте. И Бесмастер, а ранее тут находился Морфинг, вообще не получает экспы. Ну и золото уж тем более, если все Крепы находятся в состоянии Деная. У Бесмастера, кстати, который только что переместились с другого лайна, уже есть небольшой Лустрик, кстати. Его прям еще таки вот Дизрапшн. Будут, ребята, моментально его развалят, скидается на него Игнайт. Ребята не успели подстанить, скидается по нему Бима и начинает настаивать на нем Пуэзон Тач. Танкуют. Иллюзии, можно было, наверное, под ним и даже зайти за этим самым Бесмастером по Тавар. 250 хп у него осталось. Думаю, что буквально пара тычек, и вы бы его спокойно забрали. Не додавили, чуть не додавили. Тот спокойно призывает птиц, Кабана отпевает фласку и отходит. Что, кстати, на Мидлайн. На этом, кстати, ребята будут стараться загайдывать в Фейк Сегу, ибо Дизрапшн поднял Инвиз. Нет у него Кинетик Филдаза, то есть у него Глимс. И нужно развести просто Джиггернауту на Блэйд Фьюри. Разводите на Блэйд Фьюри и изи фраг. Хотя, ребята, тут прямо сейчас подловили нас Огрмаг. Огрмаг получает по себе Колснеп, получает по себе Зандерс Шторм. И что, это фраги Инвокера, отличный Глимс, только что была выдана неплохая реализация Инвиза. Кстати, хотел спросить, почему еще 2-1, хотя вспомнил, что у нас больше никого не бивала команда Куе. На топе они так и не забрали оппонента на Бестмастере, а тут они сделали даблкил. Тут вот отпинали одного члена команды, тут пинали второго. Играют они, кстати, против команды, но в Д2, что немаловажно. Ну и тут, ребята, спокойно берут и гоняются его оппоненты. Бестмастер 300 хп вынужден отходить, половину тангуста уже съел, флоску потратил. Что касательно слизи линии для команды Анимакуе, тут все двузначно. Ибо вроде как Дарксиры в армии, Дарксиры целых 9 крипов, моментально выходят и начинают воровать еще их у своего оппонента. Звластитель он, кстати, большого сатир, за которого дает спасти сотку по голде. То есть это безумно приятно. Ну а Морфинг возвращается и неприятно ему стоять на лане. Ибо как только крип подходит на совсем чутка, ты очень сильно просаживаешься по хитпоингу. Приходится либо перекачиваться, либо жрать много танга. Сейчас он, по-моему, даже манго съел. Ну или не он на Найд Сталкер. Ну да какая суть, если все равно было потрачено. Друг знает, нахуй это Виктора Уайта. Дизраптор, который пытался суицидиться в нейтральных крипов. Молодчина, парень. Замечательно было сделано. Просто на шару. Не знаю, может быть у меня там GPS-навигатор встроен. Что вообще его сподвигло пойти себе в леса. Именно на текущей секунде. И прочекать, кто там находится. Кстати, Лунас только что ликвидировал своего оппонента на бессмастере. Заходит санстрек, санстрек заходит точный. Это минус Луна. Значит, размен один в один. Но забрали хардлайнера, разменяв его на мейнкере команды. Джиггернад забирает спокойно руну и иллюзий. И возвращает к себе на миддлэйм. Тут на него нападает Владик. И Владик очень сильный. Ему так-то пинает своим первым сплоном. Замедление это конкретное. По хитпоинтам он летел почти на три сотни. И плюс был бы только у Хоплеса еще со временем на санстрек. Ребята бы без сомнений продолжили. Это убийство. Что, на Виктор Вайт у нас вылетает на этот раз Владик. Кидает на него стан, кидает на него подстан. Плюс кидает на него сайланс. И будет ли глимс? Глимса пока что нет. Зато санстрек отличный от Хоплеса заходит. Будто вы прочитали этот мус с разворотом и дизрапшином, который он откинул. Что выглядело очень уверенно в его исполнении. Санстрек. Ну и что же, я продолжаю. Что касательно лайнов, то у нас вроде как все стабильно, все смотрится неплохо. Первый крипсат на карте уже, кстати, имеет хайд, которую оставили соло против Дарксира. В это время нас на топе. Луна фармит точно так же соло против Бистмастера. Бистмастер уже получил 4-й уровень. Что касательно Дарксира, 6-й. Хм. Pen by Apple Pen. Фармит она спокойно. Уруют уже 30 крипов за душой. В это время нас в миду делают ребята фраг на мидере команды Сил Тьмы. Причем без участия своего майнкерри. Очень красивый по сей день мистер только что нас выдал Дизрапшин. Шадовый демон. Туда зашло несколько стайков Пойзона. И еще подошел, выдал Игнай второго левела. Огрмак. Лайдик пытался только что зацепить майнкерри, но да какая разница, майнкерри он чуть ли не напихунил. На этом лайде им было 120 хэппоинтов, у него осталось. Очень неприятно. Тут, сказать, на нижней линии Куки почти просел на большую часть своих хэппоинтов. Вот волна от Марфа, дэмэдж от Санстрайка разделили и Морфин просто не успел включить перекачку. Были у него 4 стика, была возможность перекачаться хоть немного по хитушкам. Но в итоге он точно так же погиб. Это небольшой размен 1 в 1 майнкерри на Хардленера. Ребята прям как-то обоюдно все это делают. Мидера на мидера разменивают, Хардленера на майнкерри, Хардленера на... Блин, Хардленера на майнкерри, Хардленера на майнкерри. И без матчера у нас наконец-то уходит в леса. Понимает эту необходимость. К сожалению, слишком поздно, ибо по итемам он очень сильно просел. Ибо были бы у него уже как минимум транквилы, как максимум какие-нибудь задатки в некрономиконы. Давайте перейдем в свой взгляд, и тут у нас Лост и Ньюб начинает снова размениваться с хайтом. Ту же спину ему забегает Куки, Куки подаем шеллом, он моментально укатывается на волне. Но половину своих хитов он уже потерял. Но очень странная сборка у него. Которую, разумеется, стоит отметить, ибо это морфинг, который купил себе топорик, который купил себе Magic Wand. Плюс приобрел себе ботинок, Blade of Attack и Ring of Hell. Но если это будет морфинг с фейзами, это будет совсем печально, и будет тебе уже почти сотка атаки с руки, куда тебе больше для фарма этого вполне достаточно. Тут, кстати, пытаются, ребят, запинать Хоплэйс. Хоплэйс по всей дне сейчас подстрянет. У нас моментальный Blade of Attack прожимается жиггернаутом, он очень сильно крутится. Хоплэйс погибает в этом моменте, даже оттягивается Богатырь, но Богатырь стягивается слишком поздно. У Сеги не было ультимейта. Хотя можно было сейчас попиваться бутылкой и стараться вгрызться Богатыря. Ты бы его по-любому убил. Поднимает он дабл дэмэдж на верхней руне. И все у него чудесно. Опять-таки может сцепиться Богатыря, ничто ему в этот раз не мешает. То же самое касается и зацепки во Владика. Дает вижен в своей команде, если только кто-то из саппортов команды Сил Тьмы сейчас пойдет. Очень агрессивно, он стрянет. Видит Дизраптора, выскакивает, он не слэш, он не слэш, замечательный, раз, два, три, все, минус. Сюда же нас спустили все бейсмастер, бейсмастер, кстати, у нас имеет Прайм Урора. И знает, что на фейк Сегу сейчас будет очень активная погоня. Гонится за ним Влади, гонится за ним и Элсоя Стрик. Плюс он еще и спину сейчас Морфингу зайдет, что вдвойне неприятно. Так, вышло у нас замедление, вышло у нас абсолютно все по Морфингу. Морфинг очень сильно просел. Сэк Сеград метально раскручивается, чтобы не подстрять под прокатку Морфинга. Тут у нас был кастом отличный Прайм Урор по Грумагу, и Грумаг погибает. Это фраг для Блонара, немного не хватило до Санстрайка. В это время у нас на топе пал тавер команды Сил Тьмы. Чуть не оговорился. Луна получила за него довольно-таки много по золоту, и как мы видим, преимущество за командой Сил Света составляет порядка двух тысяч по золоту, и по опту это, показательно, составляет полторы тысячи. В итоге команда очень сильно ведет. Плюс первую ночь они спокойно пережили, толком там у нас умер только один Шадо Ден, если не ошибаюсь. И что, очень сильно страдает у нас Морфинг, причем реально безумно сильно. Почитается отбиваться от Луны, но, не знаю, мне не внушает доверия его закуп. Вот этот Морфинг с Физами, зачем, дружи, зачем? У тебя и так муспида много, у тебя есть еще возможность на свою реплику от ТПХ в случае чего. По дэмиджу тебе этого преимущества, ну, вот вообще не надо. И, кстати, у нас же Игранал только что забрал Бланара, где это произошло, точнее скажу, хотя вот в Миддл Лейн. Сразу же выдает, он не слэш. Это было все безумно слэш, это было через Дизрапшн Шадоу Демона. Что вдвойне радует, значит, что ультимейт на всякий случай остается. Про запас. И дать перейдем в свой взгляд на нижнюю линию. И тут у нас находится Луна с Огромагом, который только-только забрали Тавр на топе. Тут же стягивается и на нижнюю линию. Это будет активный сплит в исполнении этого коллектива. Есть у них еще и Луна с Доминатором, которая в случае чего настакает себе Эншентов и уже с такими возможностями спокойно-спокойно проламывает оборону своих оппонентов. Что у нас Шадоу Демона закидывает Дизрапшн своего оппонента на Владики. Владик получает по себе еще и Пурф, пятый левел Луон получает по себе Стан нагнает и по всей силе будет погибать. Хоть и Сэнусом откинулся, все равно слишком много Дем уже по ним заходит и Бим добивает его Луна. Вот это чудесно было в исполнении команды Сил Света. Ребята из Куе показывают настоящее мастерство в исполнении своих персонажей. Все-таки три Стана дают о себе знать. Радианс Топ Тауэр находится под атаком. Лол! И только что у нас произошел такой забавный момент, когда у нас Огар Мак только что ТП халился. ТП халился он на Мидл Лейн, а Дизратор банально взял и закинал его Глимцом обратно. Это по всей видимости будет размен Т2 на Т1. Причем размен явно в пользу команды Куе, чем думают ребята, я не понимаю. По всей видимости дефтим банально нечем. Нету ключевых айтемов у Инд Вейкера, но только тот комендат себя приобрел. Нету то же самое и у Баланара. Про остальных тиммейтс я уж совсем молчу. Стаки ребята спалили, пытаются их заблочить, да, сразу же ставятся сентря. И Дизратору нужно убегать. Ибо на среде он тут очень явно. Хоплес получает свои барабаны, нас же очень быстро их смогут выформить за этот фраг. А тут у нас очень сильный хайд навалит своему оппоненту, промахивается вейформа. И заходит у нас отличный эклипс, ликвидирует он морфинга 1 в 1. Сколько у него оставалось, ну и что? Все чудесно, Санстрайк пошел. Если бы он сейчас им попал, я бы вопел, потому что Санстрайк у нас заходил. Я не знаю, на что он вообще делал упреждение, но она еще успела срушить полтора оборота вокруг своей оси, только после этого развернулся и побежать. И чуть она не встряла, там вот буквально пару метров осталось. Давайте перейдем в свой взгляд на миддлейн. Тут у нас Фейк Сега старается сплитить Т1 Тауэр в миду. Все у него по фарму неплохо. По нетворсу мы можем переключиться. Видим, как команда сил света. А нас же Куе занимает лидеричное положение. На выходах пытался вгрызться у нас в шедоу демона и убивает его своими же форжами. Враг, естественно, Жигернаут. И тут нас Владик постепенно начинает разваливаться. Отлично, кстати, все, он ставится сразу по дому оппоненту. Кинетик Фил закрывает нас полностью Жигернаут, и Жигернаут не способен отсюда уйти. Получая в себе еще и ввэформу, пытался откинуть Сомни Слэшем, но немного не зашло, очень мало хопостол. Все морфинг, он старается перекачаться, и тут нужно убегать. Нужно убегать ребятам. Владик подстревает очень сильно, погибает, астыгнает Огромага, и нужно... Я думаю, что нужно ребятам сворачиваться из этого замеса, ибо они находились в меньшей стене, и пересягивает еще сюда луна, и она начинает постепенно разбивать лицо Хайта. У Хайта остается всего лишь 7 маны и около 400 хп, что не так-то и много. Ну и что же. Вновь получает у нас Игнает Морфинг, и по всей мести сейчас он должен будет отъезжать. Хотя 300 хп у него осталось. 70 хп, Игнает Игнает 10, 7 хп у него осталось. Надо же, почти умер. Кидается у нас в порчу на Хоплес, и Хоплес получает по себе еще и подстанк, Игнаета не было до сих пор по нему. Два сака польза, но это не критично. А вот для Lost on You по всей мести будет это критично. Вы получает у нас себе Санстрайк в лицо, возвращает у нас еще и Шеду Демона на Глимс, садится у него Кинетик Филл, получает Саланс, и ребята забивают его большим количеством атаки с руки. Ну и что. Вроде бы как ребята забирают преимущество, драки у нас растягиваются на неопределенное количество времени, и в принципе все активно происходит как с одной, так и с другой стороны. Прочекали еще варсы их оппонентов, и моментально стараются его раздевардить. Ну и Дизраптор совершает прям-таки очень хорошие врывы. Для помощи своих тиммейтов. Ибо как он тут поставил Сатик Шторм, ибо как он тут глимсанул, как тут глимсанул, когда пытались Тавр за деф. Все очень круто. Смоки, кстати, прожимаются командой сил тиммы, она же команда нова. И ребята сейчас срываются на Фейк Сегу. Фейк Сега получает по себе стайл, получает прям лорор, и начинает пикенку от палец. Сатик Шторм у него ставится, получает он Санстрайк и погибает. Замечательно было сыграно. В этой ситуации, плюс еще и Некрачей, прожал на всякий случай Бистмастер. Вдруг он выживал бы, и это дало бы о себе знать. Ребята разваливаются, причем разваливаются, ну, невероятно быстро. Мне безумно нравится исполнение команды сил тьмы, когда они делают соло фраги, а вот в масс замет, по всей видимости, остается за командой Квентурион. Ибо ребята стараются, причем реально синергируя все свои сплы. Начиная с Дизрапшена, после этого, да, последовательно вылетает на основании Слэша Джиггернаут, еще забегает луна своим эклипсом, и все это выглядит очень-очень красиво. Ну и, разумеется, стоит отдать честь вообще таким персонажам, которые себе стакают. Луна себе на стакал Эншинтов, тут три стака, но да какая разница, это почти шесть сотен по голде, и это очень приятно. Это будет та самая заветная Яшица. После Яшки выформить себе, скорее всего, БКБ, потому что это собирать себе манту. Ну или в другом порядке, не особо важно. Виктор Вайт у нас спокойно забирает варт, и делают намек своим упонетам, что, мол, так-то так-то мы сейчас на Рошана пойдем. Скорее всего, будет банальный кайт. Хотя, вот они спокойно заходят. У Фейк Сеги еще и Хилинг Варт, поэтому все возможно. Хилинг Варт ставится наверх, и ребята пытаются разбить лицо Рошана. Рошан подает катастрофически быстро. 2000 хп, его уже улетучилось в районе 7 секунд. В районе 7 секунд, хотел сказать. Заходит Самстрайк, Самстрайк заходит неплохой, но Виктор Вайт все равно зарегенится. Оппоненты спалили, где они находятся, и сейчас будет забегать. Сейчас ночь, это самое лучшее время для Блонара. Было. Ночи сейчас закончились, но есть у него, в любом случае, Даркнесс. Сюда снималась Луна, и это будет просто отдача Рошана. Ничего не будет делать у нас команда Сил Тьмы. Хоть есть у них, кстати, Кшторм, хоть и есть у них абсолютно все. Ну и экзортовые инвокеры, которым нельзя забывать. Который, к слову, приобрел себе еще и Травела. Вот это очень круто. Ну и что, будете ли вы стараться сыпануть Мортинга? Навряд ли, потому что нечем вам его вернуть. Это не в вашей команде, находится Дизраптор, который через полкарты берет, возвращает тебя глимцом. Моментально прижимается ТП от инвокера, он спокойно улетает с верхней линии, что по количеству хитпоинтов у Тавара тут тысяча. Значит, что все стабильно для команды Сил Света. Она же Квентурион. Луна приобрела себе уже Яшу, полторы тысячи по золоту у нее уже есть на руках, это очень круто. И тысяча двести золота на руках у Джиггернаута. И наконец-то мы видим реализацию той самой чудной связки, а именно Шедву и Демон Луна. Смотрите, как быстро падает Тавар, только за счет того, что иллюзии Луны бьют по 128 атаки. Это очень больно, плюс Глоевы. Глоевы, которые отлетают, которые дюпаются, 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 там гораздо больше выходит. Сколько точно я, к сожалению, вам не скажу. Но ребята понимают, что есть у них Айеги, что у них есть нещедвый демон, и можно спокойно заходить дальше ломать. Смотрите, как сейчас будет спокойно падать Тавар. Иллюзии зашли, и пошло давление. Минус шесть сотен хп у Тавара. Иллюзии были сделаны пару секунд назад. Кстати, сколько они там по времени жизни? По времени жизни, ну, было 12 секунд. За 12 секунд упало шесть сотен, и Тавар продолжает падать. Ребята банальнее будут рваться сейчас в Луну. Хотя от Талисквин зайти они кабанами, кабаны моментально ликвидируются, и Тавар упал. До сих пор никакой ответки не было. Сюда делается телепорт от Морфинга. Морфинг, наконец-то, с него стоит 20 оппонентов. Делается он точно так же иллюзию Луны, и вот эта иллюзия начинает разбираться с иллюзиями, которые на Дюпл Морфинг. Ой, блин, Шэдвый Демон. Начинает заговаривать. Фена. Получает адаптив страйк у нас Луна. Ставится кинетик филт и пытается убежать, но он, скорее всего, будет погибать. Хотя вот на самом не слэш неплохо зашел в Дизраптер. Дизраптеру нужно байбэк, если он вообще есть. Да, байбэк был моментально. Кстати, у нас, ребята, откидываются по Лустрик. Лустрик прямо сейчас погибает. Никто из команды Сил Света не был потерян. Хотя вот Аегис возменял Луна, и он вновь мельсует на Статик Шторм. Но ее заментально засейвит ее же тиммейт. Что у нас Эклипс был? Был сейчас. Прямо сейчас заходит замечательный Эклипс по двум оппонентам. Помегает у нас Дизраптер и Морфинг. Морфинг остается в соло. Да, брать его было нечем. То есть, так же погибает у нас Луна. То есть, так же погибет у нас и Дарксир. Но это мало играет роли и его барак у вас все равно упадет. К сожалению. Хоть и Морфинг выжил на лоу хп. Это было очень круто в исполнении команды Квентурион. Зашли они грамотно. Зашли они... Ну, вообще невзирая ни на что. Есть там что-то оппонентов? Нет. Луна банально заходила. Каждый раз вытанковывала. Плюс еще Шедо и Демон очень часто грамотно сейвил. Ну и что это? Потеря первого внешнего... Точнее, потеря первой стороны до 20-й минуты это очень проблемно. Ибо пик не будет позволять на такой ранней стадии спокойно играть с мега-крипами. Стаки, конечно, опять-таки делаются и луны, что появилась монта. Я все-таки предрекал появление раннего БКБ. Оно бы тут сыграло гораздо большую роль. Ибо есть инвокер, которого нужно и выйдить. Ибо есть баланар, которого точно так же нужно и выйдить. И немаловажно, есть Дизраптор, который создает тебе большую кучу геморроя. Очень активно, кстати, фармить луна и при этом еще делит эксплуатными тиммейтами. Угромак, наконец, получает 11 левел, а значит, что теперь на нас будут вылетать мультикасты, причем по КД. Это будет очень больно. Причем больно абсолютно всем. Даже тому же самому Буланару, которого я чутка ранее говорил. Но Фейксега спокойно заходит на последний вещь на тавр своих оппонентов. 20 минута тавр падает, как первая избушка в сказке про трех поросят, я не знаю, просто ее уберет и сдувает луна. Под своими иллюзиями это невероятно болезненно. И смотрю, кстати, вся команда иллюзий себе на дюполы и невероятно, невероятно много всего заходят с им оппонентом. Чем они будут дефть, я не знаю. Смотрите, иллюзия огармага, иллюзия луны, плюс еще иллюзии джиггернаута подъедут. Хоть и морфинг делают иллюзию луны с оригинала, но все равно это не играет такой большой роли. Моментально она погибает. Хайт, кстати, закидывает, Хайт чуть не отъехал. Заходят нас под статик шторм дизраптор. Абсолютно весь рассказ Инвокера, но мало чего вносит. Хотя вот прямо сейчас у нас получил Дарксир. Прямл Руор пытается теперь, ребята, развалить лицо Огрмага. Огрмаг очень быстро отваливается. Точетак же у нас отвалился и Баланар. Торнадо, торнадо, неплохой подкид от абсолютно всех оппонентов. Выгибает у нас точетак же луна, точетак же у нас в последней части погибнет Фэйксега. Фэйксега погибает и... Шелдвы днем точно так же погибнет от этим вайп. Воу, неплохой камбэк. Ультеркил для Инвокера, который промахнулся всем своим рассказом, банально забил своих оппонентов с руки. Такое тоже не исключено, такое тоже могло случиться. Ну и насколько же это был камбэк? А камбэк был почти на 4,5 тысячи по золоту и на 7 тысяч по экспе. Очень круто, очень круто. Все-таки я думал, что ребята постараются моментально отпущить все свои лайны, но они пошли регениться и спокойненько подфармливать. Третий Некрачев же есть у Бестмастера, что касательно Дизраптора, тут в скором времени появится Форст Тафф. У Баланара думаю, что это будут задатки в Аганим. Да, Аганима осталось всего лишь 2 тысячи по золоту. Ну и последнего я не осмотрел, это был Морфник. У Морфника появилась Линкенсфера, у Морфника появилась в Драгон Лэндз, что немаловажно. С Драгон Лэндзом хотя бы имеет преимущество полноценного ранжевика, может спокойно наваливать из-за лица и оппонента. Прожимается на смоке от команды Контреон, ребята забегают первым самым бежит на свои иксега, будет инициировать любой замет для своих адреса своих тиммейтов, есть него до сих пор он не слэш. Видит ребята Дизраптор, прожимается у нас барабанами, постам выходит у нас на Дизраптор и сразу же разломает ему лицо, луна забирает этот фраг. Прекрасно. Теперь уже учитываем преимущество, байбэка у Дизраптора еще не должно быть. Да, как мы видим, его даже и чисто теоретически не может быть еще 2,5 минуты. Бим ребята откидываются по Бистмастеру, который слишком неожиданно влетел. Были у него некрачи, но он их почему-то не дал. То же самое касается и Промурора, просто не ожидал наличия оппонентов тут, хотя они только которого тиммейт тут убили. С Луны моментально дюпаются у нас иллюзии, тут у нас бегает иллюзия Блонара, у него выдает отцепить на все, зачем-то Пуршнев кастовал Shadow Demon, но да ладно. В итоге Тавр падает, то же так же будет падать второй лайн. Ребятам дефать нечем в меченстве вообще никак. Луна разбивает один барак, Луна разбирает второй барак, и ребят сейчас спокойненько двинут у нас на нижнюю линию, где будут совершить правосудие своей команды. Бара по всей мести даже можно было бы с Дунает, 9 хп не оставалось, было бы забавно. К сожалению, по всей мести в день этот будет у меня крайне короткий, ибо у меня уже сел голос после первой игры. Ни с чем это было связано, я не знаю, но говорю я каждым разом все с трудом, с трудом и с трудом. Да и микрофон вообще мне все это время далеко-далеко стоял. Ну и что, преимущество у нас на 25 минут составляет по опыту почти 2 тысячи за командой. Но в Д2 за командой Квентурион почти 7 с половиной тысячи по золоту. Что, несомненно, не особо много. Ибо, как я видел, то, что ИИ на 2 чертой минуте даже 20 тысяч иногда отыгрывается. Даже таким пиком, как у команды сил Тюмэйби. Ребята могут совершать выходки, блин, вылазки, включительно ночью под Даркнессом это происходит очень классно. Кстати, ребята сейчас видят перемещение своих своих оппонентов на Ястре. Вот это классно, реализация Вижена. У нас вылетает Морфинг, но ребята почему-то не прожимают паузу, понимая, что не жили вы отчаялись. Ну нет же, ну давайте. Ребят, вы еще можете показать хорошую драку своим оппонентам. Как минимум Хоплес, он же старается. Хоть раз кастом машет, но да какая разница. Кастуется у нас ЕМП второго левела, ничего оно особо не вносит. Кулсэм накидывается на рут, рут прожимает БКБ и пошел у нас Эклипс. Эклипс заходит замечательно, и сразу же мы ликвидируем Тон Дидраптора. То же самое касается Сомни Слэша, погибает достаточно так же была Нарп и Морфин, который залетел, пролетел в ее форме, получил по себе бим, старается убежать. Хоплес пишет ГГ. ГГ на 25-й минуте, что ж, неплохо, неплохой старт для команды Квентерион, и ребята вмещаются дальше по сетке, а я, пожалуй, на этом прервусь. Постараюсь найти другую, не менее интересную игру, и, разумеется, я приподключился к вам обратно. Так что не разбегайтесь, до скорой встречи!